Моря не хватает, а так курорт курортом Всем очередной шалом Едем в большой торговый центр Посмотрим, какие торговые центры есть в Бухаресте Трамвай Трамвай новенький, кондиционер, холодно, хорошо Тихонько едет, но новый трамвай Поэтому есть старые, очень убитые А есть новые, хорошие, классные Проезд, проезд недорогой Одна поездка в одну сторону на 90 минут стоит около 60 центов Евроцентов Поэтому, в принципе, недорого Ну и там по возрастающей, если на день билет, на два Ну, в общем, все это есть в интернете, не буду повторяться Но проезд в общественном транспорте в Бухаресте недорогой По сравнению с Веной это бесплатно просто Пока стоим на светофоре, значит, по поводу денег Деньги можно поменять в обменниках В центре их очень много В аэропорту по прилету курс тоже такой же В принципе, как и в центре Поэтому можете менять в аэропорту Кстати, там много людей меняло Или в аэропорту можете снять с банкомата Если у вас карточка, которая с ВИФТ не заблокирована Ну, это в большинстве цивилизованных людей, стран мира Есть такие карточки А у дикарей, которых заблокировали, таких карточек нету Ну, не суть Можете прямо с банкомата снять в местной валюте Курс будет банка Из банкомата, которого вы будете снимать деньги Вот и все В принципе, он не сильно плохой Мы сняли в аэропорту И там буквально разница с центром была 3 евро из 100 евро Ну, естественно, в пользу банка Поэтому, если боитесь пригодить 3 евро из 100 То меняйте в центре деньги Очень мало электрических автомобилей Очень мало Есть Теслы Есть не только Теслы Но их крайне мало Как вы поняли, торговый центр называется Джумба Оказалось, Джумба на частичной реконструкции Но люди немножко ходят и что-то работает Сейчас посмотрим, что и как Эскалаторы стоят Там все перекрыто В общем, сейчас посмотрим, что тут есть Но, походу, ничего нету Работает Кик Получается, все Там где-то вайда течет откуда-то С потолка или не с потолка А Кик работает, видите? Так что, из всего торгового центра Кик работает Обзор Кики сделаю в Вене Поэтому здесь обзора не будет Потому что цены точно такие же В принципе, как и в Вене Итак, после Кики ребенок доволен Да? Уже есть кукла Да, вот эта кукла Вот такая кукла Сейчас пойдем еще куда-нибудь посмотрим Что-то интересненькое Какой-нибудь парк Где-то здесь поблизости был парк Ну, в общем, все покажу В общем, подошли мы к парку очередному Карл Парк называется Тоже в пешей доступности От места, где арендуем жилье Тут, кстати, и блошинка Вот, видите? Блошинка небольшая Товаров немного Вот, но на любителя Собственно, там фонтан И с другой стороны С другой стороны вход в парк Видите? Вот такой парк Традиционно парк Вот, да, вот Такого плана Такого рода Дорожками Там какой-то памятник Сейчас пойдем посмотрим В начале парка Продается мороженка Вот там мороженка Можно купить вот такое мороженка Вот, получится там Около 5 евро За два мороженка Если переводить уже 25 на 5 Да, около 5 евро За парочку вот такое мороженка Так что подходите Покупайте И гуляйте в парке Пока у нас привал Кушаем мороженое Для жителей Белгородской, Курской И Брянских областей Ну, короче, для зоны Санитарной Для санитарной зоны Можно сейчас провести Обучение гимну Украины Запоминайте С чены в мерлы Украины Ни слава, ни воля Запомнили? Перемотайте и прослушайте Вот, завтра продолжим урок И я думаю До момента пока Москва будет наш Вы уже будете Знать гимн Украины И там останется Только Присягнуть на верность Украине Получить украинское гражданство По старому паспорту Выплатить репарации И переобуться Естественно Ну и можно уже становиться Членом Цивилизованного Общества Поэтому С чены в мерлы Украины Ни слава, ни воля Слава и воля Множественное число С чены в мерлы Ну, то есть Все просто, да? Поняли? В переводе это звучит так Пока еще не умерли Украины Ни слава, ни воля Ну, вы поняли, да? По последним событиям Что оно так и есть Учите гимн Засранцы Там через дорогу Чей-то бюст традиционно Вот там детская площадка Там лавочки Тенечек Деревья Липы И так дальше В общем, красивенько Да, ради справедливости Замечу Розы есть Розы есть Цветут некоторые Розы есть Розы цветут Тротуар Пешеходная дорожка В парке Скрипненькая Все по-домашнему Все как любят Уразы Это патриоты Поэтому приезжайте Вас здесь ждут Вам здесь рады Здесь можно бросать Бычки Прям вот так Мусорить Семечки И так дальше Чтобы голуби Потом ходили И перебирали Объедки После вас Вон, бычки И так дальше Поэтому приезжайте Тут будет вам Как дома Вот еще один бюст Спрятан В тени Тут какая-то Скульптура Появилась Там Качан Кукурузы Доеденный Уже Ну то Такое Одна Скульптура Там Бутылка В кустах Валяется Тут у нас Другая Скульптура Такая же Там лавочки Лавочки В общем Лавочки И мусорные Обачки Здесь зачетные Там кафешки Не кафешки Там ларечки С мороженым Водичкой С мороженым Водичкой Там туалетик Есть Там вон тоже Ларечек Какой-то Тут вот так Вот красиво В парке Бутылочка Минералочки Стоит вот такая Один евро Шесть лей Ну там чуть больше Один евро С копейками Ну в общем Один евро Стоит вот такая Минералочка Тут у нас черепахи Видите Вон черепахи Большие Достаточно Такая водичка У нас Там лодочка Там черепашки Тоже плавают Вот Там люди Отдыхают Там фонтанчик Вот такой Мост Вон там Сидят Вот там лежат Вот там книжку читают По одному Два человека Ступеньки скрепные Вот Поэтому Приезжайте И будьте как дома У себя Скрепные Видите Ну в общем Вот такой Мемориал Как видите Высокий И там еще Стоит Военный С автоматом Вот так Вечный огонь Горит Там стоят Пушки Вот они Ориентирую Чтобы вы понимали Вон Здание Парламента Вчера там были Смотрели И вот тут Буквально Рядышком Этот парк А вот там Получается Написано Мавзолей Написано Стоп Но Сейчас Немножко Подойдем Ближе Посмотрим Что там Тут ничего Не написано Просто Лежат плиты Вот так Вот так выглядит Мемориал Сзади Тут тоже Написано Не входить Знак Висит Что там Внутри Давайте Покажу Что там Внутри Пока Меня не заметили Внутри Там ничего Нет Просто Вот такой Коридор Собственно В ту сторону Тоже Вот такой Мавзолей Ну что Немножко Подытожим Вот Румыния В частности Будем говорить О Бухаресте Бухарест Да Ее жители И вообще Бухарест в целом Как таковой Яркий пример Тому Мнению Которое Бытует У многих Не только В Румынии Не только В Евросоюзе Но и В странах СНГ Мнение Это Гласит О том Что Если Мы Вступим В ЕС То Все Будем Жить Припеваючи Ничего Не делать В золоте Купаться Отдыхать На Мальдивах Кататься На Майбахах При этом Не работая Ни дня И при этом Ничего Не делая Грязные Работы Не выполняя И чистые Тоже Вот Это Мнение Очень Такое Неправильное Вступление В ЕС Не Гарантирует Что Вступившему Кто-то Будет делать Какой-то Абстрактный ЕС Да Какой-то Абстрактный Евросоюз Будет делать Всю работу За него То есть Дороги Ремонтировать Дома Реставрировать Ремонтировать Что-то Строить Новое Школы Открывать Детские Сады Воспитывать Учить И так Дальше Изготовлять Продукцию Разного Рода Поднимать Экономику Сельское Хозяйство Нет Этого Никто Делать Не будет В соглашении О вступлении В ЕС Такого Нету Никто Вам не придет И не сделает Все Но это Нонсенс Евросоюз Это первое Это Объединение С ЕС Это Безопасность Это Торговля И Это Какая-то Взаимовыручка То есть Есть Международный Валютный Фонд В который Все Скидываются А потом Он Раздает Кому Когда Нужно На экономику Либо там На другие Потребности Для страны И не только Евросоюз Дает Как показывает Практика Поэтому Я тут Общался С людьми Которые Знают Русский Язык Вот И Многие Недовольны Тем Что Так долго Румыния Вступала В Евросоюз Я напомню Она вступала 10 лет И в 2014 Году Она только Полностью Вступила То есть Она стала Полноправным Членом Евросоюза И вот Многие Жители Недовольны Что они Не стали Жить Как короли Что они Ездят По разбитым Дорогам Что у них Разбитые Тротуары Что это Все им Приходится Делать Самим А они Как бы Этого Не хотят Потому что Мы же Вступили В Евросоюз Нафига Я буду Ремонтировать К примеру Вот эти Ступеньки Да Я лучше Ночью Буду Ити И убьюсь Вон Торчит Штучка Вот такая Вот С детьми Вот Но Я же Не должен Их Ремонтировать Я же Вступил В Евросоюз Ну вот Кто-то Пусть Ремонтирует Пусть Приедет Ко мне Немец Не знаю Француз Бельгиец И будет Наводить Порядок У меня На родине Ну вот Это Такое Мнение Бытует У Многих Многих Румын Что Мы Вступили В Евросоюз Больше От нас Ничего Не требуете Делайте Нам Шикарную Жизнь Это Абсурд Гуси На Домашних Похоже Вот Так Вот Столица Бухареста И вон Черепаха Выплыла А там Умиточка Взять Две Страны Евросоюза Австрия И Румыния То Они Вообще Живут Как будто В разных Семантических Пространствах Говоря Профессиональным Психологическим Языком Да То есть В разных Даже не параллельных В разных Мирах Вообще Ну К примеру Если Однушку В Румынии В Бухаресте Да Столицу Берем Можно снять За 300 Евро То В Австрии За 300 Евро Даже Комнату Невозможно Снять Вот Такая Разница А это Говорит Об уровне Жизни То Что В Австрии Люди Могут Снять Комнату За 500 А однушку За 600 И Австрии При этом Никто не помогал Никто Извне Не приезжал И ничего Не делал Австрия Сама Все Делает Для Себя Да Она В Евросоюзе Но Она Даже Не В НАТО Но Ей Это Не мешает Никак Не мешает Жить И не мешает Поднимать Столицу Вену На Первое Место В рейтинге Лучших Городов Мира Сможет Ли Румыния Так Сможет У нее больше территории У нее больше ресурсов Она южнее У нее выход к морю То есть В Румынии Есть Все Нету желания Нету желания Все сделать для себя Отремонтировать дороги Поднять туристический бизнес И так дальше И тому подобное Поэтому К чему я веду Кто Думает Что ЕС Решает Будет решать Все ваши проблемы Если вы туда вступите Такого не будет Вот и все Поэтому Говорить Что Вот Румыны Вступили в ЕС И живут плохо Это не потому Что Европа плохая И в Европе плохо живется А потому Что румыны Ничего не делают Вот и все А если вы пройдете От парка Где стоит Мемориал Метров 300 Вы попадете В другой парк Вот такие идеальные дороги Платаны Светлый парк Но есть тень Вот это пока Самый лучший парк Из тех Что есть Что мы видели Что я вам показал Светлый парк